Здравствуйте, ребята! Начинаем урок математики. Тема сегодняшнего урока – таблицы и диаграммы. А сейчас, ребята, я предлагаю вам заполнить таблицу. Для этого нужно решить примеры, затем распределить буквы в зависимости от ответов, и у вас получится слово. Ну что, решили, ребята? Давайте проверим. Итак, ребята, сегодня на уроке вы будете Собирать данные и систематизировать их Строить таблицы и диаграммы Итак, ребята, что же такое диаграммы? Это рисунки или чертежи, на которых числа или значения величин Изображены отрезками, полосками, частями круга или другими фигурами Ребята, давайте немножко поупражняемся Узнайте длину рыб Длина карпа больше длины леня, но меньше длины леща Длина щеки больше длины леща, но меньше длины судака Узнайте длину каждой рыбы с помощью этой диаграммы И давайте с вами проверим Итак, ребята, давайте с помощью вот этой диаграммы Ответим на вопросы Кто из мальчиков в прыжках занял первое место? Какую высоту удалось взять Роме, а какую Юре? Насколько сантиметров прыжок Олега был выше, чем прыжок Гены? Давайте проверим Молодцы, ребята! А теперь, ребята, откройте, пожалуйста, свои учебники на странице 66 И посмотрите на задание номер 1 Посмотрите внимательно на картинку Сколько видов транспорта изображено на рисунке? Назовите количество каждого вида транспорта Начертите в тетради такую же таблицу И запишите количество каждого транспорта Ребята, давайте выполним с вами задание номер 3 на странице 67 Начертите в тетради точно такую же таблицу и распределите все числа Соберите данные о числах от 0 до 20 в таблицу А теперь выполните в тетради задание номер 4 Решите примеры Ну и домашнее задание, ребята, страница 67, номер 5 Распределите фигуры в два множества Ребята, вы сегодня очень хорошо поработали Оцените, пожалуйста, свою работу с помощью данной диаграммы Урок окончен, ребята Всем хорошего настроения